Филиал Государственной Третьяковской галереи появится в Владивостоке. Приморье уже сотрудничает с Эрмитажем и Государственным русским музеем. Хабаровский край на фоне этих событий пока может блеснуть разве что грибком. Плесень съедает на корню Далевосточный художественный музей с его бесценными коллекциями. Для того, чтобы построить новое здание, необходимо 500 миллионов рублей. Тему продолжит Ирина Луцковская. Культурный шок, но не от шедевров искусства. С фасада художественного музея демонтируют лепнину. Она рушится и может размозжить головы прохожим. Так же, как и выпадающие кирпичи из аттика центрального входа. Здание грызет грибок. Его челюсти перемалывают все на своем пути. Мы боимся за картины, поскольку уже закрыли залы народного искусства. Там полностью поражено грибком. Из подвала уже выкачивают воду насосом. Гирлянда бочков не инсталляция, а инструмент для работы. Кирпич пропитался влагой и теперь все разрушается. И разрушился уже фундамент. Хранилище музея святая святых. На осадном положении здесь тоже оборона от грибка. Он будет проникать потихоньку, но это вначале потом доберется. А грибок на стекле – это вообще опасно. Дальневосточному художественному необходимо новое большое здание. Но денег на это нет. Музейщики предлагают – давайте начнем с менее затратного. На месте вот этого гаража в парке имени Муравьева-Амурского возведем пристройку. Сделали проекты, чтобы не быть голословными. И ведь красиво получилось. Но художественный опять остался неуслышанным. А ведь о том, что край теряет сокровищницу мирового уровня, говорят уже и сами хабаровчане. Сердце болит, душа болит. Ну, надо восстанавливать, конечно. Надо выделять деньги на такие вещи, пускай люди просвещаются, ходят по таким местам, а не пьют пиво по подъездам. Вариантов у нас два. Дождаться пока колонии грибка отправят произведение искусства на тот свет или выделить строчку в бюджете. Главный финансовый документ края на 2018-й зайдет в Законодательную думу в эту осеннюю сессию. Ирина Луцковская, Максим Корних, Вести, Хабаровск.